Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается вот такая главоломка под названием кубик лимон. По внешнему виду он на кубик, конечно, не похож, но он является модификацией обычного кубика Рубика, поэтому имеет такое название. Большинство тех, кто владеет сборкой кубика Рубика 3х3, легко соберут и лимон. Но в этом видео я постараюсь объяснить, как собирается лимон даже для тех, кто впервые взял подобную главоломку в руки. Из-за того, что здесь есть одинаковые элементы, лимон собирается проще кубика Рубика, поэтому все знания в сборке стандартной главоломки здесь не потребуются. Это не единственная фруктовая главоломка, есть еще яблоко и груша. Они собираются похожим образом, но чуть сложнее. Еще более сложным являются персик и апельсин. Есть даже банан, но это уже модификации не кубика, а кубоида. Из всей этой серии лучше всего начать с лимона. Он простой, компактный и неплохо выглядит. В перемешанном виде лимон теряет свою форму, из-за этого сборка становится интереснее. На обычном кубике Рубика есть три типа элементов. Это одноцветный центр, двухцветное ребро и трехцветный уголок. На лимоне все элементы одноцветные, но важно понять, что является центром, что углом, а что ребром. Сразу определимся, что элементы, на которых есть вот такие характерные выступы, это центры. Центров на кубика Рубика шесть, так как шесть граней. Вот два на лимоне мы уже нашли. Должно быть еще четыре. Это вот такой квадратик, еще такой же, еще и еще. Четыре одинаковых квадратика и два элемента с выступами. Тут ошибиться трудно, похожих элементов больше нет. Вот эти, они уже более вытянутые. Эти более сплюснутые. Если мы сделаем такой же узор, как на кубике, то получим что-то подобное. Вот эти элементы острые. Это углы. Здесь четыре вытянутых угла и четыре маленьких угла. Всего углов на кубике Рубика восемь, так как это все-таки куб. Мы уже определились, что есть углы и есть центры. Значит, оставшиеся элементы будут ребрами. Вот центр и вот центр. Между двумя центрами стоит ребро. Вот такую форму оно имеет. Четыре таких же на этой оси. Также у нас четыре элемента одинаковых, тоже ребра. Вот эти маленькие уголки, это ребра. Ну и с другой стороны аналогично. Вот эти большие уголки, а маленькие ребра. Обратим внимание, что на лимоне один выступ такой более округлый, а другой имеет некую плоскую поверхность. При желании можно на эту поверхность лимон даже установить. И он будет стоять. Именно с той стороны, где есть вот эта плоская поверхность, мы будем начинать сборку лимона. Также можно определить, что этот верхний слой поуже, а нижний слой пошире. Всего уголомки три слоя, как и у кубика три на три. Первым делом на кубике рубика нужно собрать белый крест. И сделать так, чтобы у нас цвета совпадали с центрами. Крест это центр и четыре ребра рядом. На лимоне все ребра одинаковые, поэтому задача проще. Начинаем вот с этого, более длинного центра. В перемешанном виде заметно, что вот этот центр выступает сильнее остальных. Именно с него мы и начинаем сборку. У него есть вот такое плоское основание. Ему нужно подвести четыре одинаковых ребра. Это самые крупные элементы из оставшихся. Вот такой вот элемент мы интуитивным движением просто подводим к центру. Видим, они хорошо рядом располагаются. Один элемент есть, ищем еще такой же. Видим, вот нужный элемент, но он какой-то другой стороной здесь подошел. Чтобы его развернуть, можно просто его вот так отвести в сторонку, пододвинуть то место, где он был, и повернуть его сюда. Вполне интуитивно. И вот уже два элемента стоят на своих местах. Нужно еще два. Вот один. Нужно его поставить к этому центру. Но здесь стоит уже какое-то другое ребро. Если мы поставим это, то то отодвинется в сторону. Нам этого не нужно. Поэтому мы повернем вот этот слой и поставим сюда нужный элемент. Остается последний. Вот он. Он на противоположной грани. Подворачиваем вот так. И чтобы этот элемент перенести сюда, мы просто делаем вот такое движение. Вот у нас собрался крест. Можно делать абсолютно любые движения. Главное, чтобы они привели к тому, что эти четыре элемента стоят вокруг вот этого центра. Но сборка креста на этом не заканчивается. Если мы посмотрим вот сюда, то видим, что форма вот этих ребер не совпадает с формой вот этих центров. Здесь не совпадает. Вот можно даже на ощупь. Вот здесь вот стоит все хорошо. Здесь повезло. Здесь тоже все плохо. А значит, нужно сделать так, чтобы форма ребер с формой центров совпадала. Для этого мы располагаем вновь собранный крест вниз. И делаем такие нехитрые движения. Вот ребро и центр по форме не совпадают. Мы поднимаем ребро наверх двойным движением. Отводим это ребро влево. Можно отводить вправо. Главное, отвести в сторону. Дальше поворачивают центр другой стороной. Ну, к примеру, вот этой. Примеряем теперь, возвращая ребро, дойдет ли нам такое положение. Видим, что опять не подходит. Отводим обратно. Подворачиваю центр другой стороной. Опять подводим ребро. Вот, все подошло. Если присмотреться, то сюда должна подойти самая широкая часть этого элемента. Как только все получилось, мы возвращаем ребро к своему центру. И здесь все по форме совпадает. Здесь все было хорошо. Переходим вот сюда. Здесь то же самое. Так, если обратить внимание, вот здесь вот широкая часть центра. Поэтому, скорее всего, именно ее нужно подвести будет потом наверх. Поднимаем ребро. Отводим в сторону. Вот эту широкую часть подводим наверх. Возвращаем ребро. Проверяем. Все хорошо. Возвращаем на место. Ну и осталось четвертое ребро. Делаем все то же самое. Поднимаем наверх. Отводим в сторону. Подворачиваем боковой центр широкой стороной. Вот, похоже на широкую. Пробуем. Да. Все совпадает. Возвращаем на место. В итоге, мы получили крест. И ребра совпадают по форме что с этим центром, что с этим. Первый этап выполнен. Дальше на кубике рубика нужно собирать углы первого слоя. Вот у нас белый крест. И вот уголок, который нужно поместить вот сюда. Если белый цвет, цвет креста, был направлен вправо, то нужно сделать один пиф-паф. Пиф-паф это вот такая комбинация движений. Правую грань поворачиваем от себя. Верхнюю грань по часовой. Правая грань на себя. Верхняя грань против часовой. То есть два движения в одну сторону, два движения их отменяют. В итоге уголок становится на свое место. Если белый цвет располагался вверх, то нужно было сделать три пиф-пафа. Сделаем ту же комбинацию, но три раза. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. Уголок также становится на свое место. И третья ситуация. Когда уголок белым цветом направлен на нас. В этом случае нужно делать пять пиф-пафов. То есть повторить предыдущий алгоритм пять раз. Либо можно сделать один обратный пиф-паф. В чем разница? Мы сначала вращаем верхнюю грань, а потом правую. Отменяем это движение и отменяем это движение. Ну или в любом случае можно вращать пиф-пафы до тех пор, пока угол не станет на свое место. И не запоминать в какую сторону там что смотрит. На лимоне у нас нет белого цвета. Но мы можем ориентироваться вот по этому углу. И если он направлен вправо, то мы делаем один пиф-паф. Если вверх, то три. Если на нас, то пять. Из какого положения нужно выполнять этот алгоритм? Этот элемент должен располагаться сверху, справа, спереди. То есть вот здесь. И вот на это место мы будем его устанавливать. Делаем один пиф-паф. Поднимаем правую грань. Поворачиваем верхнюю. Опускаем правую грань. Поворачиваем верхнюю. И видим, что уголок встал на свое место. Появился еще один такой же. Но здесь место уже занято. Поэтому ищем свободное. Тут тоже занято. Вот тут место свободное. Подворачиваем уголок. И устанавливаем его вот сюда. Также острая часть элемента смотрит направо. Поэтому достаточно одного пиф-пафа. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем обратно. Вот уголок стоит на месте. В итоге здесь уже все четыре уголка стоят по местам. Но я покажу остальные ситуации. Вот так выглядит уголок. Который направлен острием вверх. В этом случае нужно сделать три пиф-пафа. Поднимаем. Поворачиваем. Возвращаем. Поворачиваем. Еще раз. Поднимаем. Поворачиваем. Опускаем. Поворачиваем обратно. Ну и видим, что стало располагаться острием вправо. Остается сделать один пиф-паф. Поднимаем. Поворачиваем. Возвращаем. Поворачиваем. Уголок на месте. Ну и в случае, если острый край элемента направлен на нас, мы делаем либо пять пиф-пафов, либо один обратный. Я выполню обратный. Поворачиваем верхнюю грань. Поднимаем правую. Возвращаем верхнюю. Опускаем правую. И уголок также на месте. Возможно, еще один случай, когда у вас нижний слой не собран, а сверху уголки нужного размера уже закончились. В этом случае стоит присмотреться. Возможно, нужный уголок стоит на своем месте, но развернут неправильно. Вот как раз такую ситуацию мы и видим. То есть вот у нас нужный уголок стоит правильно, а здесь нужный уголок, но повернут не так. Смотрится некрасиво, надо исправлять. Чтобы извлечь этот уголок отсюда, мы должны держать голову вот так и сделать один пиф-паф. Поднимаем, поворачиваем, возвращаем, поворачиваем. Далее мы получим одну из трех предыдущих ситуаций. Здесь уголок направлен вверх. Делаем три пиф-пафа. Поднимаем, поворачиваем, возвращаем, поворачиваем. Поднимаем, поворачиваем, возвращаем, поворачиваем. Ну и еще один. Поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем. И мы видим, что один слой полностью собран. Можем вращать его как угодно. Элементы тут одинаковые. Это никак не влияет на собранное состояние. Далее на кубике 3х3 необходимо собирать второй слой. Первый собран. Собираем второй. Для этого мы находим ребра, которые должны стоять вот на этих местах. Для того, чтобы переставить вот это ребро направо, мы должны выполнить следующий алгоритм. Отводим ребро в сторону. Если нужно поставить направо, то отводим влево. Далее поднимаем место, куда нужно поставить это ребро. Отменяем первое движение. Отменяем второе движение. Получаем вот такую вот пару, которую вот этим цветом нужно отвести назад. Далее нам вот эту пару нужно поместить вот сюда. Мы передней гранью поднимаем это место. Вставляем туда эту пару и опускаем переднюю грань обратно. Опять два движения в одну сторону, два в обратную. В итоге у нас это ребро стоит на месте. Если вдруг нужно такое ребро поместить налево, то мы делаем зеркальный алгоритм. Если налево, то ребро отводим вправо. Теперь поднимаем место ребра. Отменяем первое движение. Отменяем второе движение. Получилась опять пара. И вот этим белым цветом отводим ее назад. Поднимаем передней гранью место, где эта пара должна стоять. Вставляем туда пару. И передней гранью опускаем все на свои места. И вот так собираются ребра. На лимоне все ребра второго слоя одинаковые. Они выглядят вот так. Это похоже на трапецию. Одна сторона чуть пошире, другая сторона чуть поуже. Есть еще другой тип ребер. Это для верхнего слоя. Они симметричны. И левый край, и правый край у них по ширине одинаковые. Так вот, нам нужно найти на верхнем слое ребра, которые должны стоять на втором. Вот мы видим ребро, которое похоже на трапецию. Тут пошире, тут поуже. И мы понимаем, что вот это ребро нужно поставить в ту сторону, где у него более широкая сторона. Здесь более узкая, здесь более широкая. Она справа, значит ребро нужно поставить направо. А для того, чтобы переставить ребро направо, мы выполняем следующий алгоритм. Здесь, кстати, место свободное, можно сюда и поместить. Отводим ребро налево, поднимаем место, отменяем первое движение, отменяем второе движение. Вот получилась пара. Вместо белого цвета у нас вот этот острый уголок. Им отводим назад, передней гранью поднимаем место, где эта пара должна была стоять. Вставляем сюда эту пару и возвращаем переднюю грань на место. Видим, что ребро стоит так, как нужно. Ищем следующее. Вот это ребро третьего слоя, оно симметричное. Вот это ребро тут поуже, тут пошире. Его нужно поставить направо, так как более широкая часть справа. И здесь место свободно. Если ставим направо, то выполняем тот же самый алгоритм. Отводим влево, поднимаем место, отменяем первое движение, отменяем второе движение. Получили пару. С этим острым концом отводим назад, поднимаем передней гранью место, где должно это все располагаться, вставляем туда пару и возвращаем все по местам. Два ребра уже стоят так, как нужно. Смотрим дальше. Вот это ребро с третьего слоя, вот это ребро со второго слоя. Здесь поуже, здесь пошире. Более широкая сторона слева, значит поставить его можно налево. Если вы перепутаете, в какую сторону ставить, у вас ребро будет стоять на своем месте, но криво, будет похожая ситуация, но форма не будет совпадать. Поэтому будьте внимательны. Здесь широкая часть, поэтому ставить его нужно налево. Здесь место занято. Здесь стоит красивое, хорошее ребро. Смотрим дальше, возвращаемся. Если передвинуть сюда, то здесь тоже занято. Еще. Вот здесь вот свободно. То есть мы вот это ребро будем ставить налево, так как здесь более широкая часть, именно слева. Мы нашли свободное место, и это ребро будем ставить сюда. Отводим вправо, поднимаем место, отменяем первое движение, отменяем второе движение. Получилась пара. Острым концом отводим ее назад, поднимаем передней гранью место, где два элемента должны располагаться, возвращаем пару, и опускаем переднюю грань назад. Вот еще одно ребро на месте. Ищем дальше. Вот у нас ребро, несимметричное, и широкая часть опять слева. Значит, будем ставить налево. Здесь как раз свободное место. Повторяем алгоритм. Отводим вправо, поднимаем место, отменяем первое движение, отменяем второе движение. Острым концом пару, отводим назад. Поднимаем передней гранью место, где это должно стоять. Возвращаем, возвращаем. В итоге, лимон собран. Все остальные ребра автоматически стали по своим местам. Уголки полностью симметричные, их и положение, и ориентация на верхнем слое не важны. На яблоке и груши будет не так, там будет еще дополнительный этап сборки. Но на этом все не заканчивается. Бывает еще одна ситуация, которая может встретиться. Вот такая. Она также может произойти, если вы не той стороной установили ребро, ну или не в тот слот. В чем смысл? На верхнем слое, если мы присмотримся, все элементы симметричные, ну имеется в виду ребра, а значит ребер второго слоя там нет. Но второй слой у нас не собран. Получается, что вот это ребро стоит на своем месте, но неправильно повернуто. И его нужно отсюда извлечь. Для этого можно использовать формулы из кубика рубика с продвинутого метода. Но я покажу простой интуитивный способ. Чтобы извлечь это ребро отсюда, мы делаем тот же самый алгоритм, что и до этого. Ну, к примеру, мы можем вот это ненужное ребро поставить на место вот этого. Переместить ребро отсюда сюда, то есть вправо. А значит мы отодвигаем его влево, поднимаем место, отменяем первое движение, отменяем второе движение. Получилась вот такая вот некрасивая пара, но мы на это внимание не обращаем. Острым концом отводим назад, поднимаем переднюю грань, вставляем сюда вот эти элементы и опускаем обратно. В итоге здесь сильно лучше не стало, но зато наверху у нас появился элемент, который должен стоять здесь. Смотрим. Широкая часть справа, значит его нужно поставить направо, как раз сюда. Выполняем алгоритм еще раз. Отводим в сторону, поднимаем, возвращаем, возвращаем, отводим назад, поднимаем переднюю грань, возвращаем, возвращаем. И вроде бы все собрано. Внешне лимон похож на первоначальное состояние. Но если присмотреться, то некоторые вот эти симметричные, на первый взгляд, ребра как-то выступают, вот чуть-чуть заметно. Больше это заметно на ощупь. Так-то издалека вроде все хорошо, но вот это ребро выступает слегка, и это ребро слегка выступает. Вот это нормальное, и это нормальное. А эти два выступают здесь, и немножко не дотягиваются до центра с этой стороны. Можно, конечно, на это внимание не обращать, но если вы хотите полностью собранный лимон, то есть еще три ситуации, которые могут здесь возникать, ну, помимо собранного состояния. Эти неровные элементы на лимоне говорят о том, что ребра неправильно ориентированы. На кубике рубика это более заметно. Если нижняя грань была белой, то верхняя должна быть желтой. И вот два желтых ребра, а вот два не совсем. То есть они на верхнюю грань обращены другим цветом. Если правильные ребра, ребра, которые правильно ориентированы, располагаются напротив друг друга, эта ситуация называется палка. И чтобы ее решить, мы располагаем палку горизонтально, поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке, после чего делаем пиф-паф, тот же самый, что и на сборке первого слоя. Поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем и потом возвращаем передний слой на место движением против часовой стрелки. Не обращая внимания на уголки, мы видим, что все четыре ребра правильно ориентировались. Если правильно ориентированные ребра располагаются не напротив, а рядом, такая ситуация называется галка. Мы располагаем эти ребра одно слева, другое назад и выполняем похожую комбинацию. поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке, выполняем два пиф-пафа и возвращаем переднюю грань на место. И все ребра уже правильно ориентированы. Вместо двух пиф-пафов мы можем выполнить один обратный. Также поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке, делаем обратный пиф-паф и возвращаем переднюю грань. Также четыре ребра правильно ориентированы. Ну и самый неудачный случай, когда ни одно ребро не ориентировано правильно. В этом случае мы сначала делаем алгоритм для палки. Неважно из какого положения поворачиваем переднюю грань по часовой, выполняем пиф-паф и переднюю грань против часовой. У нас получается галка. Располагаем ее как положено, одно ребро назад, другое налево и выполняем комбинацию для галки. Поворачиваем переднюю грань по часовой, обратный пиф-паф и возвращаем переднюю грань на место. В других случаях быть не может. В нашем случае здесь визуально различать конечно сложнее, проще на ощупь. Я вот вижу что вот это ребро и вот это ребро ориентированы неправильно, а вот это и вот это ориентированы правильно. То есть ситуация похожа на галку. Располагаем правильное слева и другое правильное сзади. Поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке, выполняем обратный пиф-паф. По часовой поднимаем против часовой опускаем и возвращаем переднюю грань на место. В итоге все красиво, все хорошо, лимон собран. Вот другая ситуация. Здесь вот это ребро правильно ориентировано и вот это правильно ориентировано. Вот это выступает и вот это выступает. То есть два правильных ребра находятся напротив. Мы располагаем вот эту палку горизонтально и выполняем алгоритм. Переднюю грань по часовой делаем пиф-паф и возвращаем переднюю грань на место. Опять лимон собран. Ну и самая неудачная ситуация. Все четыре ребра стоят криво и эта ситуация точка. Для начала делаем алгоритм для палки. Поворачиваем передний слой. Делаем пиф-паф. Возвращаем передний слой на место. Смотрим что получилось. Вот это ребро встало правильно и вот это тоже. Вот это нет и вот это нет. Поворачиваем одно правильное назад в другое налево. И вот два неправильных ребра мы сейчас развернем. У нас получилась галка. Выполняем переднюю грань почасовой. Обратный пиф-паф. И возвращаем переднюю грань на место. Лимон опять собран. Пример сборки для закрепления. Вот центр с которым мы будем начинать. Он самый длинный, самый выступающий. К нему подводим самые крупные ребра. Вот они. Вот еще. Вот еще. Ну это проще всего поставить. Дальше вот это ребро можно таким образом поставить. Тоже два есть. Вот это стоит на месте повернуто неправильно. Отводим сюда. сюда. И нужно теперь его поместить на это место. Оно тут занято. Отводим в сторонку и ставим на место. Ну и вот еще одно. Получили четыре ребра у своего центра. Нужно теперь проверить форму с боковыми центрами. Здесь все хорошо. Здесь тоже. Здесь тоже. и вот только у одного нужно подкорректировать. Поднимаем ребро вверх. Отводим в сторону. Подворачиваем центр широкой частью наверх. Возвращаем ребро и все назад. Получается крест готов. Располагаем его снизу и ищем большие острые уголки. На удивление вот этот стоит уже на месте правильно. Этот тоже. А вот эти два стоят на своих местах но неправильно развернуты. На верхнем слое нужных уголков не оказалось. Делаем пиф-паф чтобы поднять и можем этот уголок поставить вот сюда. Мы можем его также поставить вот сюда и у нас вот этот уголок поднимется. Так наверное будет интереснее. Ставим на место неправильного уголка и вот этот уголок поднялся. Также мы могли его поставить вот сюда и повторить процедуру и с этим. Так здесь острый край наверх до этого было направо поэтому хватило одного пиф-пафа здесь нужно делать три пиф-пафа. на один второй третий элементов много одинаковых поэтому часто сами детальки становятся на свои места как у нас и случилось с двумя углами. Дальше проверяем второй слой он естественно не собран находим элементы на третьем слое несимметричные здесь поуже здесь пошире пошире слева значит ставить нужно налево здесь место свободно выполняем алгоритм так одно ребро готово вот на подходе следующее оно также должно поставиться в левую сторону так как широкая часть слева тут место уже занято вращаем сюда здесь место свободно отводим в сторону поднимаем возвращаем возвращаем отводим назад поднимаем переднюю гранью возвращаем возвращаем это ребро с третьего слоя оно симметричное вот это ребро как раз со второго слоя здесь пошире здесь поуже значит ставить нужно влево ну и мы видим что вот здесь вот нужное ребро стоит на своем месте но неправильно развернуто здесь же ребро с третьего слоя находится ну будет разумнее поставить это ребро на место вот этого чтобы это поднялось и мы его смогли переставить вот сюда потом так и поступим это ребро ставим налево отводим в сторону поднимаем возвращаем опускаем отводим в сторону поднимаем вставляем опускаем находим последнее четвертое ребро второго слоя оно вот тоже надо ставить налево находим слева пустой слот отводим поднимаем возвращаем возвращаем отводим в сторону поднимаем вставляем опускаем два слоя готовы проверяем ситуацию на верхнем слое элементы все одинаковые поэтому сразу стоят на своих местах важно только ориентация ребер уголки симметричные вот этот элемент хорошо стоит вот этот тоже вот этот нет и вот этот нет у нас получается что хорошие элементы располагаются галочкой один сзади другой слева выполняем алгоритм для галки поворачиваем по часовой стрелке делаем обратный пиф-паф и отменяем первое движение в итоге лимон собран глонка несложная этапов немного просто нужно быть повнимательнее тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...